Отдельно выделены сейчас асоки. Малине и мискантусы у нас остались. Сейчас асоки. Асоки это очень большой род, класс. Вот не биолог, не могу правильно говорить. И они тоже очень разные. Есть низкие, есть высокие, есть агрессивные, есть не агрессивные, есть зимний зеленый, есть для болота, есть для сухих мест. Ну вот это первое, это асока гибридная Treasure of Island. Гибридная значит два вида асоки скрещены. Это как раз показатель в моей практике того, как не верить написанному. То есть достала эту асоку, она вот такая вот маленькая, очень широкие, красивые листья. Читаю это Ornamental Grasses. Растение болота. Ну и я ее очень мило и посадила в болото. Первую же зиму не пережила. Вторая тоже абсолютно коллекционная. Сок бергрени или ржавая. Вот такая травка. Вот такого бронзового цвета. В принципе ведь очень красиво, да, вместо мульчи ковер такой иметь. Не идет у нас. Тут на фотографии она цветет. Вы видите? Нет. А жалко. У нее малюсенькие вот такие вот цветоносики. И там такая, ну как, маленькое-маленькое соцветие. Только для сухого места, только для солнечного места, только для наклонного места. И то вылетает. Правда иногда сеется. То есть у меня уже пятном ее нету лет пять. Но тем не менее где-то вот одна штучка, другая при прополке, видишь, выскочила. Только коллекционное растение. Это она же. При другом освещении. Очень жалко. То есть у нас ничего подобного нету. Так. Асока репария. Сорт варегат. Он только один от нее и есть. Репария, асока репария, карекс репария у нас по всем, опять же, обочинам вместе с юнкусом такие узкие зеленые листья растут. И в водоемах, и на краю жуткий агрессор держать только в емкостях. Но она прекрасно выдерживает какой-нибудь вот такой вот горшок и в водоем можно поставить. Хорошим пятном вылезает из этого горшка, висит там борода, тоже разрастаются. Отделяешь ее. По выживаемости и красоте одна из лучших. Асока повислая. Так. Или повислая, или пышная. Тут еще вот так вот. Я не очень в них разобралась. Одна у меня живет, скорее всего, пышная. Но вот такой красоты, это не моя фотография, такой красоты никогда не дает. Отдельным костикам очень аккуратненькие. Но очень красивые соцветия. Неагрессивная. Кустиком медленно разрастается. С цветоносами высотой до метра. Избыток воды не любит. Асока, ну это тоже из гибридных. Она часто в продаже. Там присутствует всегда в названии слово золото. Голд чего-то. Их несколько вариантов. Но в принципе это одно и то же. Позиционируется как для влажных мест. Живет крайне коротко. Два-три года и сникает. Хотя вот у нас желтых пятен травных очень-очень мало. Асока, которая у нас и в природе, и очень давно ее используют в садах, это карексгрея. Примерно сантиметров 80 в высоту, влажная почина, без зимнего замокания. Она хороша тем, что ее соплодие, это как булава. И висят такие вот шишечки с остриями. Притом ее можно и массивами, и солитерная посадка. Но в других краях там только влажная почва, а у нас практически всюду, у нас всюду, у нас дождики идут. Это не пальмолистная была? А? Это не пальмолистная? Нет, это не пальмолистная, это Грея. Там вот у нее... Так, потеряла курсор. Вот, видите, как булава. Асока монтана горная. Мы вообще вот такой подобный вид обычно соотносим с... Это карекс за Битлз гибридная, асока Битлз. Очень в самом деле они похожи. Единственное отличие Битлз зимне-зеленое, это на зиму сбрасывает листву. По размеру, по форме. Они, ну, как близнецы-братья. Очень аккуратная эта битловская причесочка. Холодно растущая, любая почва, кроме болота. Для первого плана вот эти очень-очень аккуратные кочки. Но надо подождать весной, пока отрастет, в отличие от Битлз. Зато, в отличие от Битлз, гореть нечему. Ой, и пошла скандальная асока. Асока Морови и ее сорта. Пока перекуривали, говорила, что я тут с Гановым. Лет пять мы с ним спорили мирно. Насчет асок Морови. Это зимне-зеленая асока. Это вот один ее сорт. Это другой, это айсданс. И это третий просто варегата. Ну, вот лучше на этом показать, да. У нас, как только зимне-зеленые растения, да, у нас возникают вопросы с весенним обгоранием. Ну, аналоги коники, да. Сосать не могут воду. Зеленые эти листья. Они просто высыхают. Это не то, что обгорают. Это нечем питаться. Они неоткуда влагу брать и сгорают. Если другие, там вот фистуку, подстриг, отросла, Морови не подстрижешь. Ее подстригаешь, тот же лист начинает расти дальше. А на конце рыжая полоса этой стрижки. Я к ней с южной сажала ее с юга, с севера от флоксов, чтобы флоксы дали рассеянную тень. Одно и то же. Ну, нигде не нашла для нее места. То есть ей нужно только на карельском... Вот в Карелии в лесистую часть сажать. Почему мы с Гановым так долго и спорили? У него неяркое солнце, в прикрытии... У Ворониной она прекрасно под соснами растет. На новых участках сажать ее в какие-то композиции, а еще кому-нибудь на заказ вообще нельзя. Моментально обгорает. Ну, не укрывать же. А вот эта пальмолистная. Очень такая, скажем, не художественная фотография. Но, тем не менее, я ее держу. Вот тут сидят три сорта. У нее вообще-то четыре сорта есть, да? У нее Ойми Айс Данс. Так, опять забыла. Литл Мигл или Миджел. Вот такой высоты единственная. И так, склероз. На ДВВ сорт чисто зеленый. Не видовая эта сорт. Вот посмотрите, почему эту фотографию держу. Эта асока у нас может работать как бордюр. То есть ее можно и поштучно, и пятнами, и прочим. Но никакая другая трава, кроме щучки и пальмолистной асоки, не выдаст бордюра. У нее такое вот ощущение, что ее подстригли. Выше она не растет. И над этим поднимаются коричневые колоски. Ну вот как по линейке все кусты. Кто их выравнивает, как, я не знаю. Но эффект неповторимый. Потом еще, когда по саду буду показывать, там ярче видно. Литл Миджел или Мигл. Единственная из них, карликовая, с тоненькими-тоненькими зелеными листьями, оказалась самой слабой. Но слабой в каком смысле? Она настолько маленькая, что ее очень хорошо забивают сырники. И внутрь в нее сеются сырники хорошо. А пропалывать из корневищ трудно. Делится, это уж точно, топором в любое время года. Пересаживается, может, неделю пролежать. Просто на земле сажаешь, и все в порядке. В отличие в Москве, она, вот уже Желтовская пишет, что она в зиму уходит скрюченная. Вот порыжела, побурела, скрюченная и ложится под снегом. А у нас-то она в зиму уходит зеленой. И первый снег, и на ней стоит, над снегом пальмолистная сока зеленеет. Агрессивная или свежая? Нет, абсолютно не агрессивная. Абсолютно все равно по почве, абсолютно все равно по влажности, но не в водоем. Среднерастущая. Нельзя сказать, что ей там особое тепло надо, но не из первых. Это она же. Высота? Высота, в зависимости от сорта и грунта, от 50 до 70 сантиметров. У вас там в одну череде три сорта растут, и они все одинаково роста. Это какие сорта? Вот это айс-данс, вот эта серединка. Ойми или, ну в честь этого ландшафтника, о ехме пишется. И вот это вот на W сорт, боюсь неправильно сказать. В принципе, почти один рост. Никаких стрижек. Это не стриженная. Она сама и вот четко стоит. Редко-редко, когда вот так отваливается в сторону. А весной, конечно? Конечно, она не зимне-зеленая. А вот она пятном, да? Вот так она сверху выглядит. Вот веник и пальмолистная асока, это у нас палочки-выручалочки. Ой! Асока ашеменсис, да? Еще есть второе, вторая очень похожая птичья. Маленькие вот такие шарики с полосатыми зимне-зелеными листиками. Недолговечны. Вот 3-4 года. Потом начинают уменьшаться. Не помогает ни пересадка, ни изменение грунта. Я вот очень удивляюсь. У Марины Шиманской вот такие кусты. Но там много удобрения. Натурального. Недавно завела еще одну асоку, которую, в принципе, как-то вот в каталогах редко встретишь. Агрессивная асока. Вот такой высоты. Это карокспаниция. Она слегка похожа на сеслерию. А агрессивность ее, как бы сказать, выборочная. Она сама понимает, куда ей расти. То есть там, где тень и киркозон растет, она в ту сторону не двигается, а к солнышку она пошла ползти. Из зимы выходит с голубыми листьями. Единственный за ней уход, наверное, верными граблями ее надо прочистить. Через нее не прорываются сорняки. И ее вот эту агрессивность просто вот лопатой или бордюрной кромочной лопаткой можно легко сдерживать. То есть для меня вот эта асока была открытие. Притом она шикарно растет на дюнах. То есть сдерживает дюны, накрывает как ковром. Ну или песчаные склоны, кому надо сдержать. Вот так она первый год выглядит. А дальше это сплошной ковер. Голубой. Так. Это повторно у меня репария, да. Это просто вот, как сказать. Мы все хотим китайские мискантусы, да, в особенности сорт Монинклайт. Вот Монинклайт это вот этот кустик. А асока репария, о которой я уже рассказывала, вот она. Стоит прямо в воде. Она полностью заменяет этот мискантус. И еще Монинклайт и так и так не цветет, даже в Японии. А тут еще черные соцветия висят. Так. Все мечтаем о какой-нибудь бронзовой асоке. И опять же, с кем я только не возилась. И комманс, и не комманс. Все они происходят из Новой Зеландии, Австралии. Из Новой Зеландии в основном. И единственная асока, которая прижилась и вообще пошла наглечить по саду, это тестация кирпичная. Асока кирпичная. А вот эти комманс, бронзата, да, там еще сорта какие-то, не пошли. Притом ведет себя эта асока очень специфически, скажем так. Так, это снимок сделан в начале ноября. Вот это старое растение. Вот тоже старое, да? Старое. А вот это молодое, как будто бы разные растения. Особенность у асоки кокея. Она вот, если повезет зимой, то есть не переносит переувлажнение, но пошла сеяться в болото. Вот сколько она там выживет, я уже их оставляю, смотрю, сколько. Не дорастает вот до такого куста, да? А листья из соцветия, ну как, там, я не знаю, как это обозвать, тонкая леска, на конце которого соцветия. А они где-то метра полтора длиной. Самое страшное в этой асоке, это споткнуться от нее, или если она попадет в триммер. У триммеров летят эти катушки, головки. Человек падает, собака падает. Ногой, рукой ее не порвать. Это у нее самое плохое. Она не живет на том месте, которое вы ей предназначили. Вот вырос куст большой, он погибает, то есть она тоже недолго живет. А вокруг куча сеянцев, я говорю, в болоте, в самом сухом месте. Непонятно где они начинают рассеиваться. Ну, ковыряешь, собираешь там, где тебе надо, а она опять ползет туда, куда она хочет. Но вот, пожалуй, никакая другая из асок у нас, бронзовый, у нас жить не будет. Хорошо, что это хотя бы так живет. И даже сорт от нее, пламя прерий, что ли, сорт называется, он тоже не пошел. Ну, и знаменитая гибридная асока The Beatles, да, долго переводила эту книгу, да, там написано, похоже на космы Битлса. Ну, в самом деле, вот эта прическа Битлса, вообще-то это агрессор. Но агрессор у него вот с талончики до 10 сантиметров, и на конце начинает новая такая шапочка развиваться. По выживаемости, ну, вот абсолютно неповторимая, если кто-то был у меня в саду, наверное, я показывала, вот в такой дырочке, в бетонном кругу растет 10 лет. Там не на чем жить, абсолютно. И вот она там живет. Иногда листья могут весной обгореть. Но вот Битлс очень легко стрижется, любую прическу можно ему делать, да, все будет нормально, отрастет очень быстро. Портятся те листья, которые зимой примерзли к грунту. Вот они портятся. Так. Еще одна осока. Моей фотографии нет. У меня она еще маленькая, от желтовской получила подарок. Вивульпина. Лисья, если я не ошибаюсь. Кочка, то есть не агрессор, рано просыпается, любит мокрые места. Вот такая нежная кочка. То есть у нее поднимается листик, и потом вот так. Тут даже моя еще пока не фотогенична, а тут не очень правильно переносится. Но это опять Битлс, да? Вот как раз он в этой дырке. У него некоторые листики желтеют костями, некоторые зелеными остаются. Так, по сокам у нас все. Ой. Мискантусы, да? Ну, на слуху у всех мискантусы китайские, да? Это как раз самые красивые, самые плохо у нас живущие. Перед тем, как китайцами заняться, у нас есть другие мискантусы. Мискантус гигантский, который даже в северных частях Ленинградской области, оказывается, неплохо живет. С мискантусами, со всеми, надо вот первые три года, какой бы он ни был, кроме... Не, все. Первые три года их надо срезать и укрывать. То есть у нас на Карельском хорошо лежит снег. Вот три года поукрывал, дальше не надо. Они должны очень хорошо закрепиться за грунт. Все мискантусы в той или иной степени агрессоры, даже китайские. Ну, у него там вот такие столончики, но, тем не менее, система роста у них столонная. Гигантский мискантус у меня в саду. 3,60 был. Ширина листа прямо как из этой американской книги. Вот три и три. Вот это его ширина листа. Это другого мискантуса. Как будто бы вот он придерживается каталога. Это молодые листья в молодом виде. То есть за ним вот три года поукрывать. Так на зиму он остается без укрытия, но поздно осенью я его очень хорошо мульчирую. Вот вырастить такую трехметровую кукурузу все-таки требуется питание. То есть все лето он закрывается скошенной травой, мульчируется. А осенью последней сухой травой, конским навозом. Вот что попадется? Компостом, даже не до конца перепревшим, все-таки его отсыпаю, но не срезаю. Уже больно жалко такое не оставлять на зиму. Если хорошая осень, он начинает снизу желтеть, вверх зеленый, никогда не успевает до верха пожелтеть, цвести, он и в Москве не цветет никогда, но иметь вот эту вот башню в саду. Все мужики из-за забора говорят, а зачем вы кукурузу выращиваются? Но тем не менее, если вот приходят, как тут одни женщины, все растения интересны, а мужчина сопровождающий прямым ходом идет к этому мискантусу. Вот ему ничего больше не надо. То есть такое мужское растение. От него есть сорт, у меня он есть, но он оказался очень слабый, с желтыми полосками. Не идет. Вот он. Это все у меня в саду. Вот. Желтая форма с желтыми полосками. Все варегатные формы, они слабее. Вот и вам высота. Он агрессивный? Ну, вот такие столоны где-то. Опять же, он у меня все-таки сидит в ограждении. Все мискантусы делятся и пересаживаются только весной. Вот никак их. Даже из горшка высаживать осенью в грунт, вещь опасная, требуется тогда очень хорошее укрытие. Никакого зимнего замокания и достаточно влаги летом им надо. Ну, вырастить такую мощь, да? Притом не только про гигантские, это про все. Так, это не повтор пошел. Кажется, повтор. Это вот мискантус гигантский, который, в принципе... Так, не надо мне этого. Самый безопасный, самый красивый, постоянно цветущий, заменяющий в нашем климате картадерию, это мискантус сахарофлорус. Но он агрессор. И агрессор не слабенький. Сидел у меня в ограничителе, а потом, как некоторые травы делают, он так локоток спустил и корешки выпустил. Через щель пробрался. Я на газоне его раундапом травила, выкапывала, выпалывала, ничего не помогала. Плюнула, стала вот кашу и кашу. Ушел. То есть в газоне его можно сдерживать козьбой, если он удрал. Но ограничитель все-таки нужен и не маленький, сантиметров сорок ему надо ограничитель иметь по глубине. Вот так он начинает расцветать. Это дальше. Это еще дальше. У меня их три сорта. Вот это видовой, тут с самыми широкими листьями сорта, ну и тут такой средненький. Притом там по названиям даже не очень понятно, кто это, кроме видового. За остальное не отвечаю. Тут плотно друг к другу три ограничителя. И вот они три сидят. А высота? На высота два с половиной. А их укрывать тоже надо? Нет. Нет, первые годы все мискантусы, пока они крепко не ухватятся за грунт, ему надо за ним, там соседский забор, перед забором проходит, ну, как псевдоканава, такое понижение. То есть влаги им вот с этой кровли летом более чем достаточно. Все мискантусы очень благолюбивы. Сейчас. Вот это осенью, да, самый поздний. Первый уже рыжий, последний еще цветет. А вот это зимний вид. Но если вот его два-три года за ним присмотрел, дальше другая проблема, как его вывезти. А у всех цветов? К счастью, нет. Мискантусы цветут, это вторая половина августа. Они далеко не все успевают завязать семена, не знаю, что будет после этой хорошей осени, потому что у меня впервые мискантусы вот зимой обшелушились соцветия, разлетелись. То есть такого никогда не было. Одна нормальная осень, и у нас по-другому ведут себя растения. Я вам так болгаркой отрежу. И еще один, это мы еще до китайцев не дошли, есть такой мискантус пурпуресценс, насчет слова пурпуресценс, тут большие вопросы из-за нехватка солнца. Вот это самое пурпурное, что у меня появлялось. Но этот мискантус, в отличие от всех, может жить на гован-песке. Он живет, то есть я, как в детстве, я не интересовалась травами, которые в родительском саду было. Оказывается, он в родительском саду тысячу лет. Потом брат его перетащил в питомник на Марену. То есть там голый песок, на ярком солнце. Как он красиво растет. И вот в Литве он дает пурпурность. Вот он. Отличие от китайца, у него не настолько изящные метелки. Но при хороших условиях он может подниматься и зимой стоять на понедоме на уровне второго этажа. Вот такая у него метелка, да? Она не настолько пушиста, как у китайца. Так, ну и теперь... Агрессор, как и все? А? Нет. Короткие столоны. Ну и теперь по нашим любимчикам. По китайским мискантусам. Знаете, я не хочу вас напрягать никакими сортами. Все равно китайским мискантус, вот мы у него грани выживания. Той красоты, которая, скажем, даже в Псковской губернии, да? В Москве. Даже в Новгороде. Мы такого не можем получить. Даже я со своим супертеплым, нестандартным участком. Да, у меня пятая зона. Вот. Мы не можем на китайцев надеяться. Я покажу три сорта, которые... Четыре. Которые у меня более-менее прилично себя ведут. Но иногда от китайского мискантуса вообще не требуется цветение. Они своей массой, вот этим снопом, фактуры очень хороши. Но у меня были такие люди, которые говорили, вот мне надо от соседей отгородиться, можно мискантусом. Мискантус, вот показывала около бассейна вот такой мискантус и вот такая сока, да? Мискантус набирает свою высоту во второй половине лета. То есть весной придется соседей терпеть. Вот. Он не может служить как забор. Это мискантус стрикто. Это фотографии не у меня. Это я в Литве у брата много чего, много фотографирую. Почему показываю? Потому что стрикто у меня прожил 20 лет. Это у меня первая трава. Ровесница саду была. И я подалась на уговоры в августе его поделить. Больше его у меня нету. Все. С тех пор к мискантусу только весной. Весной можно с ним делать что угодно. Это вот он у меня. Стрикто был. Он же у меня. Это Сильвер Фонтейн у меня. Мискантус с характером. Он зацветает много-много лет в один и тот же день. Третьего октября. Обычно в это время там собираются компании типа Марковский, Воронина, Ганов и прочие у меня. Вот к их приезду он расцветает. Это мискантус. Сейчас. Феррон Остин. Один из самых неплохих. Я его потом вам покажу. Вот это он осенью связанный в пучок. Вот когда его связываешь, это, во-первых, он стоит зимой лучше, а во-вторых, это кое-какое укрытие, туда снег набивается. Это даже не скажу, какой сорт он не выжил. Это Малипартус. Вот Малипартус один из тех, который все-таки может у нас жить. И, кстати, он на Карельском живет лучше, но цветет хуже. Все-таки разные зоны и тепла меньше. Очень неплохо ведет себя группа мискантусов китайских. Они не совсем китайцы, там гибрид с кем-то. У них длиннее столоны. Если у чистых китайцев это столоны 3-4 сантиметра, и они не влияют на плотность куста, у этих вот 10-15 сантиметров столоны, сорта кабарет, варигата, чего-то еще, их 3-4 сорта белополосатые. Они вообще никогда не цветут. Их не для того выводили, это вот как канареечник выглядит. Вот и думаете, канареечник в бочку посадить или мискантусы над ним прыгать. Это Моннинг Лайт, знаменитый сорт. Но Моннинг Лайт у нас ведет себя так, а вот как ему захочется. Одну зиму он перезимовывает абсолютно без проблем. Нарастает вот такой вот куст. На следующий год от этого куста по периферии 3-4 роста остается. И вот то, что мы видим, это знаменитая в саду Мэйнрюс, там вдоль водоема полоса Моннинг Лайт посаженных, иззади стриженные кипарисовики, у нас такого не будет. То есть надо искать, чем заменять. Только для этих коллекционеров больных, пардон. Ну это вот тоже, это кабарет, кажется. Это вот цветение китайца, да, чем они хороши? Они тоненькие, красивенькие, изящненькие. Это Феррин Остин цветет так. Вот его цветение. И вот Феррин Остин в моих условиях, опять же, вот, оказался очень стойким сортом. Притом регулярно цвел, и когда были не очень теплые года, и цветет сейчас, только разница в росте. Вот вы спросите, какого роста. Тут сантиметров 80, а два последних года он полтора метра. Два года были хороши для мискантусов китайских. Что будет дальше, я не бог, я не могу сказать. Вот так он осенью выглядит, да. Это Сильверфонтейн, который 3 октября. Ну вот просто зимний вид мискантусов китайцев, да. Начинает расцветать. О, Моннинг Лайт. Сейчас я их просто пролистаю. Ну, имейте в виду, пол лета пустое место. Со всеми мискантусы или китайские? Китайские. Ну, вообще все мискантусы, вот это те товарищи, которым для начала роста требуется температура грунта за 20. А у нас когда такое бывает? Один раз и на полтора часа, да. Я честно признаюсь, у меня мискантусы высажены в ряд. И я весной не огурцы, а их накрываю лутросилом. То есть разгоняю. В том числе и гигантские. У меня в гигантском он стоит в квадратном коробе, как бы посажен. Там дуги, и вот эти дуги я тоже накрываю или пленкой, или лутросилом. То есть мы не наши растения. Некоторые сказали, что я последняя больная, которая ими занимается. Мало ли что у нас продается. У нас свобода выбора. Вот это Ферри Ностин в другом месте и прекрасно себя ведет. Очень красивый заморозок. Монинг лайт. Ведь утренний луч на него попал. После этой фотографии зимой половина вылетела. Там потом я буду показывать еще вам, да? Но это вот зимние укрытия, как бы. Просто их связываю пучком. Но если кто-то не живет в садах, тогда, значит, вот этого позднего цветения мискантуса вы не застанете. Если вам нужен мискантус, я постоянно живу, да? В своем саду. Мне нужно зимой красивый сад. Для этого мне нужны мискантусы, поэтому я с ними вожусь. То есть от задач своих. Так. И у нас осталась одна трапка, которая обзывается Малиния. Малиния. И по-русски, и не по-русски. Она и так, и так. Есть Малиния голубая. Или, как и Малиния рундинация, теперь вообще в международных каталогах идет Малиния рундинация, форма голубая. Начнем. Чем они отличаются? Голубые тонкие, узкие, низкие, очень изящные растения. Малиния рундинация тоже очень изящные, прозрачные растения, но с более широким листом и более высокие. Это вот общее такое различие. Вообще, Малиния – это наша полевая трава. У меня была из леса принесена Малиния. Наш дикарек, и вообще так, кто гуляет по лугам, может сказать, когда уже знает, что такое Малиния, что на одном лугу там можно 10 сортов набрать. Но оказалась очень странная вещь. Вот Малиния, принесенная с луга, и сортовые Малиния. Осенью, ну, я говорю, что у меня упор немножко на сад в межсезонье, чтобы грустно жить не было. Малиния лесная, она в ноябре просто вся легла. Она уже и пожелтела, и легла, и все. А Малинии сортовые, они стоят до мокрого снега. В этом году первый год, когда Малиния стоит до сих пор. То есть такого не было никогда. Вот. Вот это Малиния Арундинация, сорт Виндспейл. У меня 7 сортов Малинии Арундинации, 7 сортов Малинии Голубой. Арунда. Тростник Арунда. Сорта, ну, если ты не коллекционер, гоняться за сортами не надо. У них нету такой уж большой разницы. Вот эти Арундинации, они все под 3 метра. Чуть меньше, чуть ниже. Чуть такая метелочка, чуть другая. Но у них вот эти широкие листья, такие как переломанные. Но потом покажу, как они у меня посажены. Малиния, наверное, самая непатогеничная трава. Ну, где вы ее тут видите? Она дает эффект именно своей дымкой, своей прозрачностью, своим шевелением. Приходится ложиться и на фоне неба снимать метелки. Когда осень короткая или рано выскакивает снег, они уходят зелеными, а потом просто жухнут. Неагрессивная кочка, любая почва, тепло растущая. Хотя и наша трава, она очень поздно просыпается. Делится весной, очень легко. Не могу сказать, что она быстро нарастает. Она из самых... Вот мискантус и малиния медленнее всех набирают мощь. Но мискантус гибнет китайский, а малиния продолжает жить. Это все орунзинация. Это не моя. В моем саду вот так ее сфотографировать нельзя. Это тоже не моя. А вот это моя фотография, да? Сортов сейчас много. Самый старый Карл Хорс. Да, кстати, травы, забыла сказать, травы не повреждаются вредителями и не болеют. Правда, в этом году как раз на малинии была обнаружена ржавчина. Впервые за все годы. В ноябре месяце. Вон, видите, это... Это не цветок, это дымка. Это вуаль, накинутая на сад. Вот видите, как только не моя фотография в более приличных... Вернее, в странах с более приличным климатом. Там эффект больше. Это тоже не у нас. А это у нас. Но я еще не настолько профессионал, да? Фотографирование. И это была все орундинация. Какой сорт? Ну, там есть транспарент, который позиционируется, что у него одна треть стебля прозрачная становится. Пока замечен не был в таком, хотя у меня транспарент очень давно в саду. И малиния голубая. Тонкие, изящные. Есть сорта, которые мягкими дугами кладутся. Есть сорта, как вот эта мунхекс. Она стоит фонтаном. Но эти фонтаны все-таки, когда большая кочка, их надо как-то или дугой там подпереть, связывать только что на зиму можно. Вот соцветия малинии голубой. Они почти всегда очень темные и сжатые. Почему на это обращаю внимание? У тех выкинуты очень высоко соцветия, они в паре с какими-то цветущими многолетниками вы их вообще не видите. А голубая малиния, она максимально, это вот мунхекс, она где-то полтора метра, все остальные еще ниже. И они как раз вот в цветниках на фоне ярких цветов могут идти. Я малинию голубую, но в силу своих каких-то особенностей, я не люблю ярких цветов, в том числе и флоксов. Но когда флокс через паутину малинии, тогда я нормально его воспринимаю. Вот малиния голубая. Видите, там были мощные кусты с тонкими соцветиями, тут тоненькие кусты, но более графичные соцветия. Вот другой сорт, который кладется. Я даже сортами вам не забиваю голову, они в интернете все пляшут. Вот эта голубая, это не моя, как видите, фотография. И также голубая очень тяжело в кадре попадается. Среди них всех, малиний, есть одна, вот она у меня очень недавно. Сейчас, есть ли это вторая фотография? Нет. Вот это малиния, а вот это император, этот барон стоит перед ним. Очень отличается. То есть это малиния голубая, сорт ротто-ротто. Ну вот немецкое слово красный ротто, да, кажется так. Там сложное какое-то название, я боюсь, что я искорежу, описать долго. Она, в принципе, может, ну как бы слегка император заменить. Полностью нет. Она тоже не дает такого яркого. По грунтам малиния абсолютно, вот что дадите, тем и довольна. А, вот они. Парочка сладкая. Император и малиния. Очень давно, боюсь, что тоже сто лет уже в ботсаду, есть малиния варегата, голубая варегата. Это один из первых сортов малинии. У меня как раз потомок, именно этот, а не из современных центров. Оказалось, у него есть одно отличие, если сейчас купить малинию варегату где-то в каком-то садовом центре, она довольно быстро нарастает. Моя растет медленно-медленно. Видимо, какая-то вариация от сорта пошла. Но, тем не менее, варегата одна из красивейших. Вот, это вот голубая, это орунзинация. Вот тут четко видно, чем они отличаются. А сонцы? М? Сонцы? Все равно. Ну, полную тень не надо. Но полу-тень вполне переносит. Так, вот сейчас мы закончили с перечнем, да? Испытанных трав. Я не говорю, что это все. Может быть, что-то есть еще. Что-то появится. Мы еще что-то испытаем. Сейчас давайте так. Вначале, очень быстренько. Применение трав. Вот зачем? Зачем вы вообще пришли... Лузула. К чему относится? А? Лузула. Лузула? Лузула относится к травам. Она относится к травам. Я ее принципиально не даю. Очень многие любят ее, да? Это скорее коллекционная трава. Она не относится к очень декоративным. Лузула у нас... Это наш сорняк. И еще я не дала пушицу. Да? Болотную нашу. Ее сейчас, опять же, переносят в сады. Лузулу и... Лузула обгорает на солнце. Лузуле влажность нужна без замокания. И она нестабильно декоративна. То есть я не поклонница. То есть вот то, что даю, это я через себя пропустила. Так что вполне возможно, что есть еще много всего вокруг. Так, вот это одна из первых послевоенных выставок в Челси. Посмотрите, куда народ смотрит. Вот травы сидят, да? А все на цветочке. То есть мода еще не пришла. Ну, это в свет те фары машины композиция из трав. Ну, вот, на самом деле, а зачем вам травы? Почему вы вдруг заинтересовались? В чем причина? Модно? Удальфинянские цветники захотели? Ну, просто это наше родное. Ну, по сути. Не раздражает. О, вот насчет не раздражает. Очень правильно. То есть у трав очень большой психологический потенциал. Мы же с вами, жители города Миллионника, насыщенного шумом, рекламой, плюс эти гаджеты перед глазами, да? Постоянно все с ними ходим. Трава, вообще все травы, они в мире используются в городском. Озеленение очень мощное, чтобы людям было спокойно. И еще они используются, то, что сейчас вот по всему миру полосы для прохода насекомых и живности через города, эти зеленые коридоры. То, что сейчас вот массово погибают насекомые, погибнут насекомые, погибнем мы. И вот как раз для сооружения этих коридоров, в том числе и травы. Мы, у трав есть, ну, успокоение, музыка. Вот и от садов мы теперь же больше стали требовать, чтобы это была какая-то вот психотерапия для нас. Не, как не вздрючивали бы нас, а наоборот успокаивали. То есть тяжело жить, надо где-то находить островок покоя. Травы для этого идеальны. Потом травы в цветниках. Зимой, проектируя свой цветник или заказчика, да, вы можете очень четко цвет и время цветения. Все равно это прыгает. И все равно каждый человек цвет видит по-другому. То есть вам это красиво, а ему нет. А вот если даже между синим и желтым посередине посадили какую-то щучку, и она вуалью прикрыла яркость цвета, никто, во-первых, другой эффект будет, более мягкий, неконтрастный. И никакой заказчик не будет на вас ругаться, что это вы мне желтое с синим посадили. Но желтое синим это просто пример, да. То есть нивелирует колористические ошибки трава. Только трава должна подбираться та, которая цветет вместе с цветущими многолетниками или кустарниками. Ну вот как применяется по миру, сейчас быстренько-быстренько их так пролистаем, да. Трава с травой. Это Бавария, зима в Баварии. Но мы живем в век, когда можно все. Кто сказал, что у Эрмитажа нельзя травку посадить? Я думаю, только наша власть так говорит. Давно уже смешивают все, и как оказалось, вот классические здания, подчеркнутые дикой природой, они проявляются ярче. И век у нас такой, что мы можем все. Вот, мискантус пурпурный в Баварии на высоте второго этажа зимой. Ну, это эстонский питомник, бамбук в Баварии, тоже бамбук в Баварии. Это гигантский мискантус, и вот там дальше спортина. Так они выглядят начало августа. Отделяют огород от декоративной части. Вот они же с другой стороны. Видите, тут впереди кабачки. Тоже теперь запрета нету на смешивание декоративного и плодового, овощного. Фистуки. Это Литва. Чуть-чуть получше с климатом. Ни морозы, ни влага не отличаются. Отличаются на две недели больше тепла. Но удальф. Скажем так, у нас в области, кажется, есть только один человек, который сделал настоящий удальфинянский цветник. Но он в хорошем смысле сумасшедший. Это Валерий Дедух на чистом поле. И главное, что у него есть заимствованный пейзаж. Такой, который нужен для удальфинянских цветников. Все остальное, ну, не видела еще. Ни в интернете, ни в живую. Я не видела ни одного. Притом удальф ушел от таких цветников, да? То есть у него сейчас уже совершенно другое направление. Следующее. А мы еще в основном вот этим питаемся. Вот травы в межсезонье. То есть у трав, у них, наверное, 50% эффекта – это межсезонье. Крупные травы. Вот эти вот все низенькие – это да. Это и весна, и лето. И веник там долго играющая пластинка. Но основной эффект – межсезонье. Живая изгородь из веника. У меня такая же. Это Швеция. Польша, зима. Вот вам канареечник. Между прочим, это работа удальфа. Но он сидит в таре жесткой. И видите, какой эффект. И вот такой же канареечник выдаст и у нас. Очень много сейчас вообще просто на объемах, на фактуре играют. Но трава тут с серинхиумом, к сожалению, мы от него большого эффекта не получим. Мы можем это другими. И к травам идеальный партнер весенний мелколуковичный. Ведь не будешь же ждать, пока у тебя там какая-то трава к середине лета отрастет. Вот там внизу, во всех удальфинианских, во всех городских европейских, у них под ними сидят весенние луковичные. Простите, пожалуйста. 267, в общем, 261. Спасибо. Да, пожалуйста. Время кончилось. Травы в особенности вот такая элементарная, как щечка, да? Если ее по осени подстриг, такую, вокруг куча мелколуковичных, да еще с частотой посадки европейской, потом, если рядом не трава, а что-то, у нас стоят жухлые все эти, мускарики там и прочее, и прочее. Что с этим делать? А трава накрывает, и жухнет, и там сколько хочешь. Заодно подкормка для травы будет. Плюс в корнях травы мелколуковичным сухо. То, что им надо на период подготовки к следующему сезону. Поэтому травы, мелколуковичные травы, это идеальное сочетание. В контейнерах в воде, в классическом парке, оно же. Придомовое озеленение, это финлентия. Игра с объемами. Жестко стриженная и мягкая трава. То есть сейчас столько вариантов. Это сад Мейнерюс, щучка. Опять же, это тот же сад. Коллекция. В Швеции в ботсаду коллекция трав. Игра с пространством. Для ленивого. Притом вот это вот. Это же удлиняет. И ничего больше не надо. Ковыль, который у нас не живет, а вот это как раз можно фистукой гаутере заменить. Опять удальф. Это, кстати, тоже удальф. Только такой мало показывается. Городское озеленение. Вот тут трава, эта палочка-выручалочка. Ну, попадет мяч туда. Он пробежит, собака. Ну и что? Еще и в футбол можно поиграть. И никакого урона. Плюс я забыла еще сказать. Вот эта наша палочка-выручалочка-веник. Это та трава, которая лучше всего питывает канцерогены из воздуха, кажется так. И в свое время Лужков хотел полмосквы засадить веником, чтобы выхлопы уменьшить. Но... Это вот Кэрри Престон проект. Это даже не знаю чей. Это опять сад Мейн Рюс. Но вот для меня вот эти картинки лучшие. Это сад Фуэрстера Карла, который ввел травы вообще в обиход. Даже, может, и комментировать особо не буду. Этого полно гуляет по интернету, да. Но вот самые различнейшие сочетания, это вот буквально на днях, вот именно так и выглядит эта кирпичная осока. Тут для меня непонятный вариант. Если это щечка, а кто потом с газоном будет возиться. Опять сад Мейн Рюс, у нее очень много. Городское. Вот в самом деле травы это упор сейчас в городское озеленение. Притом жесткое с мягким. Жесткое и мягкое. Это, боимся, что это фотошоп. То есть никак это ковыль с луком. Ну никак. И вот это он для меня просто идеал. В детском саду мероприятие кончилось. Эти вот минималистические сады с живыми травами, с металлом. Ну как? Когда они только появились, они точно вышибают мозги. А это спираль, металл? Металлическая, да? Да. Самшиты, да? Вон рядом сидит человек, заказываете. А? Самшиты. А какая у меня разница? Я посажу то, что у нас растет. Спирея. Туечка. И малиня. Но только помните, что малиня вторая половина лета. Стокгольм, да? На улицах растет комманс. Интересно, как наши бы... Да не сперли бы. Да не сперли бы, а сказали, что вы обманываете тех, кто сажал бы. Да и это, кто с ним перли. И вот... Какая разница, как разница, что первые три года надо вообще укрывать? Ну это не... Ну это не... Какая разница? Нет, так укрывают. Это живет у всех... Разница, как разница, и укрывают. Это уже к себе, и все хорошо. Везет. Я не знаю, мне кажется, у нас однолетние цветники только по той причине, что там не требуется квалифицированный уход, и они дороже. А вот это. Ну правда, надо озеро и горы иметь. Опять же, это внутридворовое озеленение. Кстати, травы очень хорошо гасят звук. Травы подходят, можно подобрать под любой менталитет человека от такого жесткоматематического, инженерного до свободного. Тут очень хорошо показано, это веник. Вот это, допустим, март месяц пошел отрастать. То есть, полный цикл веника. Иногда пластик, замкнутый в круг или в квадрат, то есть бочки порезанные, или сталинское кровельное железо. Вот, кстати, сейчас все вопросы пока это. Вот пушица, это же из природы снимок. Это еще, когда у Удальфа был питомник. Вот гаутери. И больше ничего не надо. Кстати, никто не ляжет, она колючая. Один из самых любимых образов садов у меня, потому что я не понимаю, как сделать так водоем. какой идеальный должен быть строитель. А это тоже самое, то есть, все-таки рассчитано, было интересно, трава поздно поднимается, а у них, оказывается, ярусами нарастает декоративность. Вот вам гаутери. Это так, малинью на зиму я в этом году попробовала в городском. Это тоже веник, это в Стокгольме напротив стройки, вот с той стороны стройка, да, и посмотрите, как на стройку реагирует трава. А тут воздух чище. Это как раз тот веник, который собирает все вредное. Котка осенью. С травами. Опять же, бронзовая сока в Стокгольме на кругах, в ржавом железе. Вот в Стокгольме мне очень понравилось в емкостях, ой, пардон, малинья высаженная в емкости, я не знаю, что они там делают на зиму, я попробовала, у нас малинья не выжила. Может быть, год такой был или что, но зиму не пережила. У них-то похоже, что это одноразовые композиции. Ну, это опять же, Стокгольм, но там шестая озона, ноябрь. Вот. И самый для меня был убийственный пример. Истинный пример. Где-то 7-8 ноября, как раз вот, то, что были праздники, котка. И вот этот их знаменитый, самый длинный цветник. В этот цветник на свободу выпущен мискантус сахарафлорус. Но, посмотрев на них, я тоже выпустила. И мискантус сахарафлорус кажется вот, ну, просто мне так кажется, что я, наконец, гортензии метельчатой подобрала зимнюю пару. То есть, я стараюсь гортензии поднять над уровнем снега повыше, да? Правда, некоторые отрехивали в летом у меня. Правильно. Там еще не поднятый кустик был. Вот. Но киушу плюс мискантус этот сахарафлорус это зимой нечто неповторимое. Опять Иван прозину. А когда на улице весна. Вот он. Это котка. То есть, ну, даже догадаться не могла, что такой агрессор может быть выпущен на свободу. Я посмотрела, где он у меня сейчас на свободе вот с гортензиями там еще кое с чем сидит. Его оказывается весной очень легко тоже приподнять и выкинуть. И некая прелесть в том, что ты не знаешь куда он уползет и живая композиция. Ну, вот то, что они свет держат, это у скульптора в Бельгии. Вот то, что я говорила, этот знаменитый Моннинг Лайт, которого нам никогда не иметь. Будем ездить в Голландию. Франция по цвету сразу другое, да? Математика сад, художника сад. И вот то, что раньше абсолютно в композиционном понятии у нас было табу, но кто мог то пиар с травой. А посмотрите на сады этого Томаса Стюарта Смита, как там вот это сочетается. Это нечто. Это чисто американское. Ну, вот это, скажем так, это и сами хорошо в интернете все видите. Так. Сколько у нас? Еще час, по крайней мере, да? Ну, сейчас тоже это просто все те же травы. Это у меня в саду, но не последний год. Вот одна из любимейших фотографий сада. И половина эффекта это именно травы. Вот это первые планы это китайские мискантусы. Китайские. Ну, вот когда начинала, да, гортензия плюс мискантус. Сравнение с лопатой. Щучка. То, что вот я вам говорила, синие и желтые, это я как раз с этой фотографии. Ну, никак синие и желтые мне не проходит, когда щучка накрыла, все нормально. И где куст щучки? Он в объектив не попал, он где-то там, а это вот эти бороды лежат. Вот видите, где центр и попробую определить его в высоту. Тоже щучка в вечернем солнце. Веник, щучка, это болотце. Ветер, очень красиво, травы. это вот было, я все Марковского поминаю, да? Был он у меня и чего-то про травы говорили. Ну, вот, травы нельзя отдельной композиции держать. На следующий день у меня был сделан, как потом прозвали, злачный сад. То есть травы, собранные воедино, но это, не, ну, вначале как-то злаковые, злаковые, потом чего злаковые, злачные. Оказалось, травы могут быть и отдельным каким-то вот объектом композиционным. А это вот сахарофлор зимой. Он же. Малиния. Малиния. Так. Вот это дореволюционное малиния. Так, а почему там маленькие фотографии были? Ладно. Вот это, когда еще было в болоте, юнкусы из местного болота. Очень красивые растения. Малиния, вейники, мискантус. Это, между прочим, тут размножались травы. Малиния. ранняя весна, как этот злачный сад, да, дерен уже полностью распустил листья, кто там у нас цветет. Какие-то колокольчики, да, цветут. А там, где травы, там пусто. То есть, если вот у нас же заказывают иногда злаковые эти композиции, их нельзя на первый план оказалось. То есть, не каждый заказчик это поймет, да, и самому себе надо определиться. Вот только травы. Ага, это фактор. Но я как-то так вот постепенно очень полюбила вот это тонкое сочетание тонких листьев, переплетение, муар, шевеление. А эмоционально травы в саду это нечто. Когда поднимается давление, надо под кустик травки ложиться. Очень успокаивает. Вот зима. Вот это пальмолистная осока уходит так в зиму. Малиния. Но это старые зимы. Сейчас я, если хватит времени, этот год покажу. Самая красивая это изморозь. Но она на всем хороша. На травах это сказка. Вот это тоже пальмолистная. То есть совершенно прилично уходит в зиму. Пока можете мучить меня вопросами, если сформировались они. Вот это сахарофлорус. Это остатки снега. Это весна. Наверное, примерно такое же время, как сегодня. Февраль-март. Канареечник лег. вот это бухарник мягкий. Вот как цветет эфиопогон. Предсмертные снимки. Расскажите, чем корзать? Ничем. На сухом пайке? На жестком пайке. Не, но у меня само по себе место питательное. До меня там 200 лет огороды были. Со времен Екатерины. То есть там 50 метров 50 сантиметров в плодородный слой. я думаю, что я его еще не до конца истощила. А так только мульча. То есть вот никаких искусственных удобрений нету. Раз в 4-5 лет может быть мульчирую конским навозом. Так машину и полностью сад покрываю. Больше ничем не пользуюсь. притом если их кормить они все лягут сломаются от мискантусы. Еще выше. Выше тоньше и лягут. вот спортина. Там высота вот этой листвы без соцветий. Да? Полтора метра. Она агрессор. Видите у нее ограничитель. но тем не менее у нее вот этот фонтан видит. А соцветия вон они они еще не вышли полностью. Вот это этот забытый спадиопогон. Очень он мне нравится. Ну вот в ряд посаженные мискантусы для того чтобы их выгонять. пора завязывать. Это монинг лайт в Голландии у нас. Это шизох эзиум после дождя. Даже на русский перевод нету. вот пожалуйста ряд мискантуса. Да? А кахенахлоя не живет? Хакенахлоя? Так я же показывала. Нет, не вообще кахенахлоя. Ну что считать живет? Ну 25 лет она у меня в саду. Эффект был один год. Я как все умные Маши когда ее увидела в Афлор Интернешнл первый день я конечно купила. Зимует зимует и в Антарктиде люди как-то живут. Но если хотите эффекты если не больной коллекционер то есть при том абсолютно больным надо быть на такие вещи. Лучше с ним не заморачиваться. Ну а вот Малинья прекрасна. Это вот Пальмолесная это кто? Это тростник последний год. вот это все флоксы прикрываю малиней. вот это тестация со своими прядями. притом она в тени без влаги но ей влаги то и не надо прожила лет пять и потом вот тут целое поле насеялось. вот вот это цветоносы. Сама она вот такая. Кто-то дреды из них плел из тестации из Битлса плели дреды. Ну да вон император да вроде как и жива. Сейчас будут или не будут я к осенним мискантусом пытаюсь добраться. Это веник это вердам но придает саду в самом деле какой-то вот очень мягкий вид. кто нет овертам ну нет просто прилично назвать бежевыми а так вообще жухлые одинаковые у них только вот от начала расцветания до полного созревания меняется цвет а дальше вот состоит жухлой они выходят уже середина мая уже вот такие они очень рано вот это снимок явно после 3 октября сделан да вот там береза уже скидывает листву ну конечно изморосит вот несчастный как посадила так вот принципиально и не трогаю а он жив тут у него были как краешки подстрижены это битлз за битлз асока ну это из той же серии так я наверное даже это закрою чтобы успеть вот а это этого года фотография да по травам то есть он кажется другого я и не фотографирую почти это асока пушистая мягкая так поехала извиняюсь у нас программы оказались разные кое-что будет боком я даже не буду переворачивать вот аметистовая фистука ну ну да этого года все переворачивать или как когда когда как вот в эту осень и молении и мискантусы все созрели так так теперь вот как раз чего я к чему ехала искала эти фотографии на дикарь это рядом стоит феррин остин и тут еще один сорт нишедаки который расцветает 10 июля чтоб китайский мискантус расцветал вот этот дикарь очень неплох а для нас тем более это вот но видите уже листьев нету почему-то лень было вы из дома выйти из окошки вот это первые нишедаки потом феррин остин и вот это дикарь надо ли искать чего-то еще вот они это то что я говорила борода Джерарда да впервые прошла эта краснота малинии сплетенные к зиме дикарь и вот так же как начала пытаться регулярно с травами мешать это вот все этого года вот этот дикарь опять малинии малинии и даже вылезали какие-то такие ну осень конечно ни на что не похожая была веник с пасконником правда потом получат от пасконника ведь в этом году все семена созрели от веник позднее этот брахитриху моления это веник сама еле определила боком мискантусы китайские и опять вот сравнение вот дикарь это ферен остин а тот и не попал ни шедак и не попал в кадр зимний цветник тут перемешку моления плопсы что там еще осока пальмолистная горцы гигантские опять вот так и по а ну это я выбрала травы это низкий это битлз нет вру не битлз это щучка полава опять я оставила соцветия веник срезаю в зависимости от того теплорастущей или холодной в начале холодно растущей травы я там живу я не бегу вот я прибежала и мне надо все сделать я вышла на полчасика срезала веники и щучку они первые отрастают прошлась покурила по саду ага там начинает кто-то прорастать то есть в принципе держу до последнего и не напрягаюсь но это мои условия жизни и не и не и не и не режешь а очень ну мискантасы резать приходится а малине рукой снимаются вот 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 это сахарофлора с гортензиями спартина но потом она встала такой желтой малине ни разу у нас еще не было воно никакие желтые спартина спартина незаменимая трава чуть-чуть на зиму связанные моления они вот так стоят сегодня правда вот так снег да это как раз мунхекс сорт он самый такой вот высокий вертикальный это китайские мискантусы бамбук бамбук пока еще зеленый вид из окна да притом зимой да когда солнца нету вот солнце только всходит сколько там 10 часов и только вот одно пятно когда луч освещает и попадается трава кофе становится в 5 раз вкуснее когда это видишь при том вот вот именно когда низкое солнце и только вот где-то лучами пробивается у меня сад обращен к юго-западу к югу даже вот и я вижу все солнце сад видит но кое-что мне его дома окрестные заслоняют вот хвощ из леса в саду это сестлерия это карекс репария она же маршрут постой все понятно ну вот вот овсец в цвету и наверное на этом как показывать закончу я могу вас замочить до следующего дня 4 часов показывать альбомов хватит излечиться не могу вообще от сада но другим не советую настолько увлекаться это очень болезненная вещь да герань на этом месте ничего больше не растет только овсец и герань потому что там корни девичьего винограда вот так что поскольку я живу в общем-то как да что это он мне не в ту сторону пошел живу на территории Петера да и я постоянно дома так что телефон вконтакте висит весной чтобы не пропало вы сдавете нас в гости да ну отсеялось это конечно много всего не только весной весной проще раздавить весной я вас скорее всех зову выручить растения мои да поскольку вот я говорю у меня уменьшилась территория сада на 3 сутки оттуда надо убрать растения там можно парк засадить веником оттуда вот растений много но единственное что они еще наверное вообще вся первая половина мая у меня будет сад открытых дверей вконтакте много фотографий посадок каталогов у меня нигде не висит то есть что четко на продажу будет я вывешу а что еще дополнительно там полно всего прорежать полно надо посмотрите по фотографиям если что-то а три штуки хватит с лопатами дело хуже но постараюсь вот вообще у меня на экскурсию если очень хочется можно просто позвонить мне по телефону я же постоянно там а вообще летом где-то раз или полтора в месяц по четвергам у меня бывают вечерние семинары говорят не очень удобно с четырех часов но это не четверг четыре часа но люди хотели в будний день так чтобы в пятницу вечером все начать сажать и они такие темы не очень определяют но то что в этот момент нужно то ли стрижка хвойных то ли вообще ассортимент чего-то того-то объявления у меня на странице вконтакте бывают и там же адрес так что я и тут и дома и вообще у меня забора нет пожалуйста спасибо